Привет! Я после вот такого долгого отсутствия, по идее, кстати, на этом месте должно было быть приветствие. Приветствую вас всех на моём канале Эллинарт. С вами снова Эллина. Вот так как у меня всё-таки маленький такой круг друзей, здесь мне даже вот язык не поворачивается, вот такое сказать. Я себя вообще не позиционирую блогером, поэтому просто всем привет! Привет! Чем сильно ещё занималась? Вот, сходила в магазин, девчонки, порадовала себя. У меня закончились губные помады, посмотрела-посмотрела по магазинам, какие-то цены такие уже поднялись дорого, дорого. Пролазила по интернету, ещё дороже оказалось. Господи, думаю, пойду-ка я в наш магазин посмотрю, если ещё цены остались. И тадам! Я, в общем-то, девчонки, как это, как в песне у Цугановой, да, на последние игруши водку хлещат алкаши. Но я не алкаша и водку не хлещу, поэтому, знаете, вот маленькие женские радости. Вот, довольная, наконец-то нашла более-менее, более-менее цвета, которые хотела, но не такое. Хотела вот этот цвет более такой приглушённый, может быть, чуть насыщеннее, потемнее, но не знаю. В общем, у меня попёрло меня на цвета вот такие вот яркие. Закончился у меня период нюдовых оттенков, у меня было прям несколько лет вот нюдовые оттенки. Когда они ещё не были так в моде, до того, как им войти, то есть ещё молодая девчонка была, вот мне попёрло на эти оттенки. Их было очень тяжело найти, то есть я мучилась, искала. Потом начали появляться, то есть я их купила, я их пользовалась, но сейчас, видите, я постарела. Я постарела, то есть я уже в таком солидном возрасте, почти вальзаковском, уже скоро. И меня потянуло на яркие оттенки, потому что моложат, моложат. Мне кажется, они моложат, потому что вот эти вот нюдовые сейчас, они прям лицо теряют в своей краске натуральной. И прям ни о чём, ни о чём. Хотя очень люблю, очень мне нравится, но смотрю уже по себе, прям не видно меня, когда у меня нет яркой помады. Поэтому, девчонки, сегодня яркая помада, наконец купила, наконец нашла и стоит меньше, чем она стоит где-то онлайн по интернету купить. Плюс там же ещё стоимость доставки, либо вот в других магазинах, где я смотрела в сети, типа Тигота, там есть вот эта марка. Но 13.50 стоила помада вот такого плана, вот такого плана. Это была скидка, и скидка была там в итоге выходила 10 чем-то. Вот эти вот купила 9.90. Дорого, но, то есть из такого плана помады это недорого. Недорого, потому что есть и дороже какие-то марки такие, более там типа Лореаль, Макс Фактор и так далее, они стоят дороже. Вот это, девчонки, необычная помада прям. Это тинта, тинта она называется в Италии, я не знаю, как перевести на русский. То есть помада, которая фиксируется потом на губах, и она не оставляет следов ни на чём практически. Единственное, что когда есть жирно, естественно, она с жиром съедается. Но так ходить можно и покупаю. Почему вот такие помады, хоть мне в принципе и дорого, покупаю, потому что они под масками. Мы ещё носим маски, сейчас начинаем опять носить маски, хотя ещё это не обязательно. Но у нас помимо вируса, вот этого всем известного, у нас появился новый вирус. И он такой более заразный. Вот этот австралийский какой-то грипп или что-то такое. И вот это дело, ребята, очень многие болели, и поэтому маски в общественных местах лучше всё-таки носить. И вот под маски вот такие помады прям дело необходимое. Если ты там где-то снимаешь её, отделываешь это, так-то можно вообще без помады, да, экономить на помаде, ходи в маске и всё. Но тем не менее, ты всё выходишь, снимаешь, заходишь это, и поэтому вот такие помадки нужны. Вот сейчас у меня на губах, кстати, помада. Кстати, тоже, видите, не сильно жирно, но пачка. Это обычная помада, простая помада уже прям дошла до такого, что пользуюсь той, потому что вот эти практически закончились. И, кстати, очень тоже нравится мне эта помада. Они достаточно сухие помады, очень пигментированные. Вот, девчонки, эта помада с той серии, ну, с той же марки, которую я пользуюсь тенями и всем остальным всякими контурами, господи. Вот. Если хотите, если хотите, я вам покажу, какой косметикой я пользуюсь. Ну, я как нищеброд, естественно, пользуюсь косметикой экономичной. Но, тем не менее, я нашла вот косметику, которую я полностью удовлетворила со всех пунктов девиз, так как сказать, со всех точек зрения. И качество, и цена вообще отменно. И вот недорогая косметика, здесь её, в принципе, нетрудно найти. Очень я довольна. Если хотите, я вот сделаю видео, покажу, чем я пользуюсь. Очень мне нравится эта косметика, почему я много лет, у меня была проблема. Проблема найти тень. Вот с тенями у меня вообще была жуткая проблема. У меня проблема с кожей, кожа у меня жирная. И у меня были две такие проблемы. Проблема, проблема на проблеме, в общем. У меня сегодня одни проблемы. Вот. Первая проблема была, что части теней у меня просто не ложились на веки. Не ложились, не оставались. Если их там нанесёшь каким-то, там прям растушуешь, прям вотрёшь, ну, на 10 минут хватало. Вторая проблема была, что тени скатывались. Ну, и кожа жирной веки жирная, и тени скатывались. Не оставалось ничего на веках. То есть в вкладках вот такие валики, вот этой грязи получающейся. Вот. И много лет я страдала вот так. То есть приехала в Италию, начала пользоваться Кико. Кико тоже втереть и оставить что-то там очень сложно. Хотя многим знаю, что нравится вот эта Кико Милана косметика. У меня вот тени красивые у них, цвета красивые, но они просто не остаются на веках. И вот эта косметика, которую я пользуюсь сейчас, недорога, прекрасно ложится. Но я не мастер макияжа. То есть я обычно, скажем, домохозяйка каким-то там посмотрела пару видео по интернету и всё. То есть не визажист. Я с точки зрения визажиста растушёвки, мягкой растушёвки, не могу вам сказать. Но вот обычной женщиной, которая там минимум, так скажем, скажем так, минимум навыков, вот мне заходит отлично. Пишите в комментариях, если хотите, покажу, что у меня есть из этой косметики, какая и какие свойства важные у неё. Вот, вернёмся к нашим помадам. Вот эта помада тоже миланская. Дебора. Дебора и Деби, Деби, я бы сказала, это младшая сестра Дебуры. То есть для, может быть, более-таки для молодёжи, для девчонок. Тем не менее, очень красивая вся марка и Деби тоже. И стоит она меньше. Но по качеству Дебора и Деби, вот этими на тинты, вот этих помад я особо не заметила. Хотя, допустим, Дебора стоит 9,90, а Деби стоит 5,90. Вообще, разницы практически, но я не заметила, девчонки. Вот, также у них красивые лаки, хорошие лаки, пользуюсь лаками. Чуть дороже, чем у Кико, но они более устойчивые. Там, допустим, 4,80, по-моему, гель-лак вот у Деборы. И красивые цвета, кстати. Потом, тени тоже очень красивые. Не очень прям такая палитра большая теней, но стоит недорого, около 3,90, по-моему, если не смотрела. Ну, не помню цены, около 3 с копейками. Вот, тоже очень красивые и неплохие пигментированные тени. Гораздо-гораздо лучше, чем у Кико. Стоит гораздо дешевле. Ладно, девчонки, смотрите, мне еще все это распечатают, противогонки здесь налеплены. Я, конечно, смотрела, делала тест на руку, но при освещении, именно на ярком белом этом магазином, я не знаю, что потом, какие будут. Не хотела я красных оттенков, не хотела розовых, розовых. У меня вот, по-моему, цветотип, мне надо холодные оттенки. Чуть-чуть в тепло уже все не идет. Будем пробовать. Пробую, смываю вот эту пробую, покажу, что получилось. Сейчас пока, видите, покажу так. То есть, это розовый, довольно-таки яркий, опять мои птички. И здесь прям фуксия-фуксия. Я хотела цвет малина, более такой насыщенный, вот как, по-моему, в моде был вот такой вот цвет. В прошлом году, вот уже, вот за стороной. Кстати, у многих я его видела, но не могу найти ни одной марки, прям вот такого, как я хотела. Поэтому взяла просто фуксия. Ну, не подойдет, потому что у меня есть и шар такой же яркий, поэтому будет нормально. Ну, вот, девчата, попробовала я, значит, сначала цветы, которая менее яркая. Видите, уже на губах. Еле как стерла ту, которая у меня была, обычную помаду. Господи, пигментирована очень сильно. Все здесь замазала, но ничего. Вот, смотрите. По-моему, даже камера не искажает цвет. Очень красивый цвет, вот такой, молвый, как он называется, типа мальвы. Розовый, очень благородный, в меру яркий и не блеклый. В общем, я очень довольна этим цветом. Кстати, вот эту помаду, именно вот такого плана тинта я покупаю в первый раз. Я их и никогда не видела, почему-то они всегда стоят на дальней полке и никогда не обращала внимания. Небольшой тюбик стоит так же, как вот такого плана. Здесь, по-моему, меньше. Может и нет, а может и не кажется. Не знаю. Стоит так же. Очень мягко на губах, кстати. Пока они ничего не сушат. Ничего не остается. Очень-очень довольна. Цвет нравится. Вот. Девчата, раз пошло уже, зашла речь у нас о помадах, покажу остальные. Всё это Дебра Дебби. Вот смотрите, вот это Дебби номер 0,3, но он для меня сейчас уже темноват. Для моего возраста. Тёмные помады мне не идут. Всё. Вот это, который 13 номер. Часто на мне видите. Она вот сейчас в упаковке не видно, какой цвет. На самом деле, очень такая яркая, красивая. Где вот у меня? Не видно, наверное. Покажу на руке. Вот. Номер 13. Тоже красивый. Вот этот у меня заканчивается. Вот это Дебра, которая более дорогая. И уже вот этот нюдовый оттенок, светлый. Пользуюсь. Мне нравится. Красивый цвет. То есть не очень яркий. Но тем не менее, такой вот нежненький, натуральный. Очень красивый цвет. Она вам отплёскивает. Не видно. Пока она не высохла. Она блестит. Потом будет матовая. И очень устойчивая. То есть очень довольна этими помадами. Рекомендую, девчонки. Не очень дорого. И помады хорошие, устойчивые. Вот такой вот цвет. Видите? Он высох. Он немножечко такой кирпичный. Не знаю. Розово-кирпичный. Тоже очень красивый. И вот мне жалко, что он заканчивается. Может быть, я куплю и такой же цвет ещё раз. И вот этот очень красивый, нежный цвет. Прям нюдовый. Пепельная роза, она, по-моему, называется иногда. Красота, в общем. И вот этот. Вот мне жалко сейчас, кстати, стирать. Помаду. Я, наверное, подожду потом. Либо досниму же на мне. Либо вот вам покажу сводчик. Прям такая яркая. Видите, какая пигментация у них хорошая. У этих помад. И вот этот, вот, Дэби, который стоит меньше. 5,90. Но, тем не менее, такая же. По устойчивости. Вот. Вот такие помадки. Вот смотрю в камеру на себя. И вот реально балдеет цвета помада. Очень прям довольна, очень рада. Девчонки, повторяю, какой номер. 04 номер. Вот такая вот. Дэбора комфорт мат липстик. Ред тач. Вот. Есть у них, кстати, свой сайт. Я не знаю, они работают там онлайн или нет. Можно найти на сайте. Нотинаид, по-моему, если я не ошибаюсь. Либо вот в таких вот сетевых магазинах типа Аква Сапора и Тигота. Ну, в общем, девчата, видео у меня сегодня такое болтологическое. Никуда мы не бежим, ничего не смотрим, ничего не печем. Просто сидим и болтаем. А наши маженцы. Надеюсь, мальчики уже вышли из чата. Им не интересно. Вот. Порадовала себя и подарочками. Очень довольна. Вот что для счастья надо женщине? Вот малость. Прям толику там чего-нибудь такого. И всё. И уже прям на душе светло и радостно. У меня, кстати, не было вот такой... Это была теория раньше, да? Вот жизнь осталась мало. Господи, зачем мне вот это покупать из вещей? У меня вот был такой период, что всё. Всё. Зачем мне покупать? Оно мне не понадобится. Потом это зачем тоже покупать? И сидела, я думаю, покупать вещи, не покупать. Да изношу старое, и хватит мне. А потом вот прошёл этот момент, и думаю, а сколько это жизни осталось? Так надо же наоборот наслаждаться, баловать себя и радовать себя, да? Деньги всё равно ты с собой не положишь, не заберёшь, они тебе не нужны. Да, у меня их нету, в принципе. Ну, хотя бы у тех грошей, что можно это использовать, да? Вот такими маленькими радостями себя баловать, девчонки. Вот такая у меня теперь теория. Прям с ног на голову перевернулась. И думаю, всё, девчонки, надо себя радовать. Надо себя баловать хотя бы вот какими-то такими вот маленькими, сколько возможностей позволяет, маленькими радостями. Вот так.